Налог на доходы физических лиц может вырасти с нынешних 13% до 15%. По замыслам Минфина такая мера будет применяться к тем, кто не захочет платить увеличенный износ в систему индивидуального пенсионного капитала. И наоборот, чем большую часть зарплаты человека откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ. Перечислив и пока 10% заработка, фискалам нужно будет отдать те же 10%. Между тем, по мнению экспертов, НДФЛ взимается не только с зарплатной, но и с других доходов, например, с продажи имущества. Для этих людей нагрузка вырастет просто так. По итогам 2016 года сумма к уплате, которая была заявлена налогоплательщиками, физическими лицами по доходам, полученным из различных источников, это и продажи имущества, и продажи доли в основном капитале, и аренда, в том числе доходы, полученные от аренды. Это более 900 миллионов рублей. По мнению аналитиков, откладывать на старый смогут граждане заработком выше среднего. Нельзя заставить отдавать деньги, которых нет. В январе 2017 года средняя номинальная зарплата в Самарской области составила чуть больше 25 тысяч рублей. При этом люди стали меньше копить. Доля доходов, направленных на сбережения за январь-ноябрь 2016 года, составила 10%. Почти на четверть ниже, чем за тот же период 2015 года. У нас есть недополученные доходы бюджетные, которые нужно чем-то компенсировать, и казна нуждается в пополнении денежных средств. Один из вариантов пополнения – это увеличение налоговой нагрузки на граждан, в частности, увеличение НДФЛ. Если мы увязываем НДФЛ и пенсионное отчисление, отчисление по фондам, то нужно понимать, что происходит перераспределение налоговой нагрузки. Увеличение НДФЛ влечет увеличение налоговой нагрузки на граждан, на всех, на каждого из нас. И, соответственно, снижение отчислений по фондам делает более комфортный налоговый режим для бизнеса. Впрочем, пока это лишь идеи чиновников. По мнению экспертов, реальное введение гибкой шкалы уплаты налогов возможно не раньше 2018 года.